Всем привет! В этом выпуске вы узнаете удивительную историю маленькой девочки, которая болеет с самого детства, и на дни все из-за этого потешали. Но несмотря на это, сегодня она известна в США и также популярна в других странах благодаря своему потрясающему голосу. В сегодняшнем выпуске я вам хочу рассказать о Рион Пейдж Томпсон. Она родилась 3 марта 2000 года во Флориде. С самого раннего детства она страдает. Она болеет врожденным множественным артрагриппозом. Это очень редкое заболевание, и ее запястья постоянно согнуты под углом 90 градусов. Также у нее была и другая проблема. Она слепа на один глаз. Она училась с обычными детьми в обычной средней школе в Джексонвилле. И все над ней из-за этого потешались и издевались. В школе с ней практически никто не дружил, да и вообще у нее было очень мало друзей. И ее спасением стало пение. Хотя свои первые шаги в этом направлении она делала еще в возрасте 3 лет. Когда ей было около 3 лет, она уже выступала в караоке. Однажды, когда она еще была в детском саду, она так громко пела в комнате, которая примыкает к классу, что учительница поставила ей из-за этого плохую отметку. С самого детства она очень сильно любила музыку. И вот те артисты, которые оказали на нее влияние. Это Тейлор Свифт и Кэрри Андервуд. И еще один очень интересный факт. Риен просто обожает кушать оливки из консервных банок. Казалось бы, врожденное заболевание суставов и слепота на один глаз никак не совместимы со сценой. Но нашу героиню эти трудности не остановили. В возрасте 13 лет она решает принять участие в X-Factory. Это очень популярное шоу в Америке. Все это происходило в декабре 2013 года. Когда ей предстояло выйти на сцену, она очень боялась и стеснялась. Вот что она говорила. А вдруг кто-нибудь про меня скажет что-то плохое? Но все ее родные были готовы ее поддержать. Огромную поддержку Риен получил от своей матери, которая тоже вместе с ней проходила тернистый уровень подготовки и переживала не меньше дочери. Накануне прослушивания мама произнесла для нее очень важную фразу. Вот что она сказала. Она сказала ей Настало твое время летать, доченька. Также перед выступлением ее мама сказала Очень волнительно видеть ее на сцене, зная, как она готовилась к этому дню. Но нужно хвататься за любую возможность, чтобы сказать Лети, детка, я тебя поймаю. И вот наступает долгожданный момент. Она выходит на сцену и взмахивает своими кудрявыми волосами. Когда она вышла на сцену, конечно же, все заметили в ней некоторую особенность. И она рассказала, что с ней не так. Вот что она сказала. У меня кисти вывернуты из-за врожденного дефекта суставов. И я вынуждена придумывать способы, чтобы выполнить то или иное действие. Также она сказала кое-что и по поводу микрофона. Увлекшись пением, я не знала, куда деть микрофон. Пробовала держать и так, и сяк. Даже в рот пыталась засунуть. Музыка помогает мне выразить чувства. И вот она открывает рот, чтобы запеть. Вот тут все и изменилось. Музыка Она исполнила композицию Кэрри Андервуд «Blown Away». Музыка Эта девочка очень виртуозно исполнила эту композицию. Ведь природа ей подарила очень мощный голос. Музыка Но больше всего зрителей и судьи покорил не только ее голос, но также ее огромная сила духа. После ее выступления весь зал аплодировал стоя. Музыка А ее мама за кулисами плакала от счастья. Музыка Самый строгий член жюри Коу сказал, что она экстраординарная. Музыка А Кэрри Андервуд написала о ней в своем твиттере. Вы представляете, Риан была с детства ее поклонницей. Музыка Риан попала в команду Дэми Лавата, и та стала ее тренировать. Музыка И миллионы телезрителей стали ее поклонниками, которые болели за нее всем сердцем. Музыка Так и было неделя за неделя. В одном из следующих выпусков она спела композицию «Born This Way». С помощью этой композиции Риан пыталась рассказать о том, что если у тебя есть какое-то отклонение, то это может сделать тебя намного сильнее, но в то же время ты можешь быть очень одиноким. Музыка У нее действительно необыкновенный дар и прекрасный восхитительный голос. С каждым выпуском она удивляла вновь и вновь, и проходила все дальше и дальше, и дошла до финальной пятерки. Музыка Но потом, к сожалению, она выбыла. Но на этом ее музыкальная карьера только началась. Музыка Риан стала записывать и выпускать свои собственные песни. У нее появилось огромное количество поклонников, которые были восхищены ее талантом, а также восхищены ее силой духа. Музыка Кроме того, Риан Пейдж, наша героиня, еще и очень хороший человек. Она постоянно участвует в благотворительных мероприятиях, чтобы люди были более осведомлены об этом врожденном множественном артрогриппозе. Сейчас Риан Пейдж уже взрослая девушка. Ей 21 год. И только ее первое выступление с композицией «Blown Away» застыло во времени на ютубе. Меняется только количество просмотров. Уже более 54 миллионов. Музыка Вот так вот обычная маленькая девочка из обычной семьи, которая болела с самого детства и над ней постоянно издевались сверстники, смогла стать популярной и исполнить свою мечту. Музыка Когда я узнала историю этой девочки, я была настолько растрогана, что не смогла просто не рассказать вам об этом. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайк, писать комментарий и обязательно подписывайтесь на этот канал. И до скорой встречи! Музыка 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 Музыка